Заработать первые деньги еще во время учебы в университете или колледже – это одна из возможностей, которая открывается перед бойцами студенческих трудовых отрядов. Такая занятость очень популярна у молодежи. С каждым годом число желающих трудиться под эгидой БРСМ только растет. В этом году было трудоустроено более полутора тысяч человек. В основном это, конечно, студенты. В этом году было очень тяжело найти рабочие места для школьников, поэтому основной вклад был сделан на студентов. Это как студенты Полицкого государственного университета, так и студенты всех колледжей нашего города. Для некоторых членов БРСМ уже давно не стоит вопрос, чем занять себя во время летних каникул. Эти ребята не первый год трудятся в студотрядах. Есть ребята, которые уже отработали в прошлом году и даже в позапрошлом году. Им очень понравилось, и они ежегодно участвуют в трудовой деятельности. Как бы трудовая деятельность, она дает шанс ребятам получить первые деньги, почувствовать себя самодостаточными. Дружный коллектив, веселая работа. Не так уж и сложно. Да и личные деньги никому не помешают. Этим летом Пинский городской комитет БРСМ сформировал более 80 студенческих отрядов. Ребята работали на строительных объектах, Пинском и Бресском мясокомбинатах, а также в оздоровительных лагерях. Традиционно самыми востребованными отрядами среди членов БРСМ оказались строительные. К слову, заработать на стройке этим летом можно было до 4,5 миллионов нединаминированных рублей. Закрытие трудового семестра – повод подвести итоги, назвать имена лучших лидеров студотрядов и узнать, кто признан лучшим работодателем. В 2016 году им стал Полесский университет, предоставивший рабочие места для трети желающих подзаработать этим летом. Я хочу от имени комитета БРСМ и в первую очередь от имени всех ребят, которые отработали, поблагодарить всех нанимателей, которые в этом году дали возможность ребятам не только заработать, потрудиться на славу, но и где-то познакомиться между разными учреждениями и завести новое знакомство.